В Махачкале 13.45, в студии Бедернисе Кусейнова, редактор выпуска Шерипат Шульгина. Доброго дня. Новости. Сегодня в Махачкале прошла 31-я сессия Народного собрания 7-го созыва. Перед началом депутаты минутой молчания почтили память жертв теракта в Крокусити-Холл в Красногорске. Сессия началась с выступления представителей фракции на депутатской разминке. Всего в ходе заседания обсуждено 25 вопросов. Перед депутатами с отчетом о деятельности полиции Министерства внутренних дел по Дагестану за минувший год выступил министр внутренних дел Абдурашид Магомедов. Отчет о деятельности Счетной палаты Республики за прошлый год представил председатель Счетной палаты Билал Джахбаров. Несколько законопроектов приняты во втором окончательном чтении. Ряд законопроектов рассмотрены в первом чтении. Сергей Миликов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента в СКФО. Оно прошло под руководством полпреда Юрия Чайки. На заседании рассмотрели следующие вопросы. Реализация на Северном Кавказе указа президента о мерах социальной поддержки многодетных семей, предотвращение и ликвидация ущерба от паводков и природных пожаров в текущем году. Юрий Чайка отметил, что в настоящее время на уровне государства создана масштабная комплексная система поддержки семей с детьми. Она включает в себя как развитие существующих мер поддержки, так и внедрение новых механизмов, направленных на повышение благополучия граждан. Сегодня в рамках проекта «Всё для победы», направленного на поддержку наших бойцов, региональное отделение Народного фронта в Дагестане, при участии депутата Госдумы Артёма Бичаева, администрации, главы и правительства республики, передадут три автомобиля повышенной проходимости военнослужащим добровольческого батальона «Каспий». Почти 470 миллионов рублей бюджетных сред за год восстановлено по итогам проверок финансово-бюджетной сферы Дагестана. Эта цифра была озвучена в ходе заседания Совета по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов финансово-бюджетной сферы при главе региона, которое прошло под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова. В прошлом году Счётная палата республики, региональные службы Госфинконтроля и Управлением федерального казначейства по Дагестану проведено 459 контрольных мероприятий. С подробностями Карим Гамаев. На повестке дня два немаловажных вопроса – питание школьников и финансово-бюджетная сфера. К слову, в минувшем году ни много ни мало провели более 400 контрольно-проверочных мероприятий. Удалось вернуть в бюджет республики около 500 миллионов рублей. Но, как заявил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, методы работы всё же нуждаются в корректировке. При выборе объекта проверки в первую очередь надо включить в план самые проблемные направления и объекты, где имеются наиболее высокие риски и нарушения. Хочу отметить, что эти вопросы отражены и в недавнем послании президента Российской Федерации. Исключить дублирующие друг друга проверки и начать формирование нового сводного плана на 2025 год, активно применяя риск-ориентированные методы. Приложить больше усилий в предотвращении и предупреждении бюджетных правонарушений, а не включаться в работу уже после их выявления. Таковы основные тезисы по вопросу финансово-бюджетной сферы. Второй, но не менее важной была тема по обеспечению качественной пищевой продукции всех образовательных учреждений. Вопрос проблемный, но все же за год удалось добиться улучшения ситуации. Когда мы эту работу начинали, вы помните, процент дагестанских продуктов у нас в общеобразовательных организациях не превышал 10%. На сегодняшний день по итогам проведенного анализа на 1 января 2024 года доля молочной продукции дагестанских производителей на сегодня составляет 50,9%. В том числе с товарным знаком дагестанских продуктов 24,8%. Зачастую некачественной продукцией является товар, завезенный из других регионов. В качестве примера премьер-министр привел факт поставки в республику более 9 тонн некачественного масла. А ведь этим питаются в школах, детских садах и больницах. 9 тонн сливочного масла употребили наши дети. А мы говорим о том, что у нас рождаемость снижается, мы говорим о том, что у нас детская смерть у нас растет и так далее и тому подобное. Тогда как люди, которые 9 тонн суррогата раздали нашим детям, они свободно продолжают себя продолжать осуществлять свою деятельность. Это я обращаюсь к прокуратуре и органам правоохранения. Разберитесь, пожалуйста, с этим и доведите. Это факт же. По всей стране люди стремятся купить дагестанское мясо, овощи или молоко. Так почему же мы должны производить закупку вне нашего региона? Только переход на продукцию местного производителя может решить проблему с некачественным питанием во всех образовательных и медицинских учреждениях республики, подытожил глава Кабмина. Консолидация систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения столицы. Об этом говорили на встрече с журналистами в конференц-зале ДАГОСТИХ университета. Особое внимание уделили тарифам, качеству питьевой воды и модернизации инфраструктуры. 80% сетей водоснабжения изношены. Мнение спикеров выслушал Магомед Баширов. Поводом для создания единого оператора по водоснабжению и водоотведению стало плачевное состояние коммунальной системы республики. 80% сетей водоснабжения и 60% сетей теплоснабжения изношены и непригодны. Сборы по нынешнему тарифу не позволяли реконструировать эти сети. По словам исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Александра Нестерова, экономически обосновано повышение этого тарифа. Для населения установлен льготный тариф в соответствии с тем законом, который в республике был принят. В прошлом году 425 миллионов рублей благодаря Министерству экономического развития Российской Федерации было направлено на компенсацию вот этой вот разницы между льготным тарифом и экономически обоснованным. Эти средства позволили заплатить частично задолженности ресурсоснабжающих предприятий. Тепловые сети дагестанских огней, водоснабжение в Избирбаши и в Каспийске – это только часть той работы, которую проводит единый оператор. Поднятие тарифа для бизнеса обсуждался на конференции «Острее всего». Как отметил министр по энергетике и тарифам Марат Шихалиев, специалисты проанализировали ситуацию, и только после этого было принято такое решение. Та норма, которая принята на федеральном уровне, как в общем-то и все принципы тарифного регулирования, изложенные в федеральном законодательстве, так и данная норма, не позволяющая субъектам с 1 декабря 2022 года до 1 или 2024 года пересматривать в сторону увеличения тарифа на коммунальные услуги. Республика Дагестан эту норму выдержала. Последний раз тарифы для населения пересматривались и вступили в силу с 1 декабря 2022 года. Следующая индексация тарифов для населения намечена на 1 июля. Конференцию смотрели пользователи сети ВКонтакте, а руководитель Центра управления регионом следил и озвучивал комментарии пользователей. Есть мнение, что шум вокруг изменения тарифов поднимают не физические лица, а юридические бизнесмены, которым невыгодно платить по счетчику, которые бесконтрольно расходовали воду, платили копейки за воду. А теперь, когда пытаются навести порядок, они прикрываются простыми людьми. Мнения у людей разные. Кто-то считает поднятие тарифа незаконным, другие уверены, что процесс нужно было сделать поэтапным. Все едины в одном. Реконструкция сетей необходима, но платить за неё не все хотят. Вопрос ещё остаётся открытым. Сохранение традиционных семейных ценностей и воспитания в них подрастающие поколения. Об этом говорили на заседании Конгресса Дагестанской интеллигенции. Мероприятие приурочили к угоду семьи. Обсудили проблемы взаимоотношений в семье, сложности воспитания и современные методики. Как отметил ректор Дагуз-Университета Муртазали Рабаданов, важно уделить внимание традиционным ценностям не только в регионе, но и в стране в целом. Задача состоит в укреплении семейных наших традиционных ценностей. Я думаю, что в рамках этого первое заседание Конгресса интеллигенции мы решили посвятить именно году семьи. У нас предусмотрены два доклада. Мы будем говорить о политике в этом направлении. Мы будем говорить о традиционных семейных ценностях в Дагестане у нас. С докладом выступила уполномоченная по правам ребенка. Марина Ежова говорила о новых контурах семейной политики, ориентирах и рисках. Сфокусироваться необходимо, уверены участники Конгресса, на работе с неблагополучными семьями, с теми, кто находится в тяжелой жизненной ситуации. Ведь именно эта категория наиболее подвержена рискам вовлечения в противоправные действия. Конечно, легко и приятно работать с детьми одаренными, мотивированными, с детьми талантливыми, заточенными на успех, потому что, конечно, приятно видеть результаты своего труда и педагогического, и человеческого. Но, как показали самые негативные и страшные события последних лет, недавние события и события в аэропорту нашем, Самый проблемный и самый уязвимый контингент – это, конечно, молодые люди, которые не охвачены никакой созидательной, позитивной активностью, не охвачены обучением, трудовым процессом. Новости культуры В Музее истории Махачкалы проходит персональная выставка известного фотохудожника Камиля Читуева «Лицом к лицу». Это более ста портретов, снятых автором в самых разных уголках нашего края. Седовласые горцы, простые труженицы-горянки, распахнутые лица детей. Каждый портрет – миг уникальной судьбы. О Дагестане в лицах расскажет Эмилия Адалханова. Это первая цветная фотография, которую сделал Камиль Читуев. Яркая улыбка, искренний взгляд не могли не тронуть автора. Любовь – вот история этого снимка. Любовь, которая переросла в крепкий брак и подарила фотографу большую семью. Вот та же девушка, но уже жена Читуева. А на руках первый ребенок. Момент пойман и увековечен. Умиляют, наверное, его снимки, которые относятся к женщине, особенно относящие к его супруге. Каждая фотография – это отдельная история, потому что он не берет просто ракурс, фотографирует. Он выбирает, как бы правильно сказать, уникальность человека. Это выставка портретов женщины, дети, пожилые люди. В объектив Камиля мог попасть любой дагестанец. В поисках того самого уникального он объездил всю республику. И не напрасно. На каждом снимке неповторимый сюжет, постичь, который можно только встав лицом к лицу. Самым трудным жанром в искусстве является портрет. И для меня тоже самые любимые объекты для съемки – это портреты людей наших. И молодых, и пожилых. От камеры не зависит качество снимка. Есть же такая поговорка, что фотографирует не фотоаппарат, а фотографирует фотограф. А история у портретов разная. Вот пожилая пара справляет 50 лет совместной жизни. А здесь горянки вычесывают шерсть для пряжи. Никаких искусственных сцен. В этом и мастерство фотографа. Уловить особенность каждой личности. Невероятно красивые и качественные фотоснимки. Это те фотографии, на которые хочется взглянуть еще раз. Действительно, Камиль Читуев – это фотограф с большой буквы. Коллекция фотопортретов создавалась более 50 лет. Оценить многолетний труд маэстро может каждый. Ежегодная федеральная служба судебных приставов проводит всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки». В нем участвуют дети государственных служащих, правоохранительных органов, воспитанники детских домов и школ-интернатов. Конкурс проводится по трем номинациям. Вокал, хореография и игра на музыкальных инструментах. Прослушивание детей и отбор на региональный этап пройдет в Махачкале, в зале Комыкского драм-театра, 15 апреля в 14 часов. Вести спорт Воспитанница Дербенской спортшколы номер 6 Санья Давудова стала победителем первенства и чемпионата России по Кио-Кушин. Турнир проходил с 21 по 24 марта в Санкт-Петербурге. По сообщению Дагестанского гидрометцентра сегодня по районам республики. Без осадков ветер северо-западный 9-14 м в секунду. В горных районах юго-западные 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 12-17 тепла. В горных районах 8-13, местами до 18 тепла. В Махачкале без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 13-15 тепла. Вода в море 10 градусов. Субтитры сделал DimaTorzok